Не надо вот это сейчас, Олег Геннадьевич, почему вы в своих лекциях ничего не говорите про геморрой? Вот у меня, например, геморрой. Так он у тебя геморрой-то и потому, что ты не можешь общее выполнять, постоянно думаешь о своем геморрой. Если думаете, геморрой растет все больше и больше. Почему? Потому что туда входит энергия сознания. Да, энергия сознания туда входит, она начинает там действовать. Расширяет объект. Например, девушка постоянно думает о своем лице. Думает, думает, лице становится все чувствительнее, чувствительнее, потом вообще никакие крема не подходят. Да ладно, честно говорю. Почему лицо чувствительным становится? Потому что очень много думаем. Забыла, оно само по себе красивенькое, если хлопала, пошла. А почему лицо красивенькое? Потому что о Боге думает. Когда цветочка, когда пчела летит к нектару, она потом обвалялась, с нем полетела. В чем она? В нектаре как пахнет вкусно. Когда человек занимается по своей природе, он служит святости, он становится вкусным. Если вы проверьте, это вам домашнее задание, зайдите в дом к людям, которые поклоняются Богу. Заходите, чистота. Как внешнее, так и внутреннее. Люди принимают тебя с любовью. Они хотят, чтобы ты в дом пришел. Почему? Потому что там есть счастье. И они хотят тебе его показать. Есть второй вариант? Что надо? Мы не договариваются о встрече. Нечего показывать, значит. Итак, дома должен быть алтарь. Смотрите, есть объект поклонения. Два объекта поклонения дома в основном, таких внешних. Первый телевизор, второй бутылка. Смотрите, бутылку старит посреди стола. Когда самое важное событие, клятва, когда люди произносят клятву, они, знаете, в древней культуре, когда клятву человек произносил, он брал икону, вот так держал и говорил клятву. То есть, он самое святое брал в руки и говорил клятву. Сейчас, чтобы клятву взять, люди тоже берут самое святое. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Вот и все. Вторая вера – это телевизор. Там. Там наше счастье. Приходишь, и счастье там, ищешь в телевизоре. Это означает вера. Где ставится в углу, где алтарь стоял, там ли телевизор теперь. Это называется подмена. Смотрите, из нас делают сейчас пространство, я не говорю, что это какой-то заговор, нет. Это просто мы сами тупые немножко. Пространство, жизнь, в котором мы живем, делает нас, смотрите, мы потребители энергии. То есть, смотрите, разум действует как сила, которая сама из себя что-то производит. Вот раньше люди как жили? Они сами себя развлекали. То есть, они молились, они к чему-то стремились, они что-то делали. Сейчас все идет извне. Видите, мы ничего не делаем, ничего не производим. Мы просто потребляем. Мы потребляем телевизор, книги, радио, интернет. Все постоянно туда. А там пусто, понимаете? Потому что разум, та сила, которую мы должны развивать, она работает только, когда человек живет внутренней жизнью. Внутренняя жизнь означает, все выключили снаружи, вот здесь вот включили. И пошла молитва. Человек сидит и молится. Первый эффект. Рано утром встал, начал молиться. Ни хрена ничего не получается. Спать пойду. Первый контакт с сердцем такой. Там пусто, понимаете? Выросла капуста. Там ничего нет, там ни хрена ничего нету. Ничего не растет в сердце. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Все нормально. Это называется предварительная диагностика. Провели диагностику, узнали, что там выросла капуста, все нормально. Есть объем работы. Садимся. Потому что другого пути все равно нет. Нет выхода. Все равно надо туда лезть, чтобы узнать, кто я. Понимаете? Первое, что человек должен узнать в этом мире, веды говорят, кто я. Душа или тело. Я Олег Геннадьевич или вечная душа, которая сегодня Олег Геннадьевич, завтра Федор Петрович в следующей жизни. Потом Гав-Гав или Мяу-Мяу там. Я не знаю, в зависимости от судьбы. Что там? Я не знаю, что там будет завтра. В зависимости от моих поступков. Кто я? Если Олег Геннадьевич, значит до свидания, следующая жизнь. Я живу этой жизнью. Пока Олег Геннадьевич есть, жизнь есть. Олег Геннадьевича нет, до свидания, жизнь. Все. Если жизнь не до свидания, а будет дальше что-то, это значит, что я не Олег Геннадьевич. Я что-то больше, чем Олег Геннадьевич. Это значит, что у меня есть другое внутри, вечное, которое сегодня Олег Геннадьевич, а завтра не Олег Геннадьевич. Понимаете? Это очень ценно узнать об этом. Если там есть это вечное, значит, тогда все по-другому. Надо, значит, для него больше жить, потому что я Олег Геннадьевич-то не всю жизнь. Зачем мне жить для того, что я не всю жизнь? Вот, допустим, я в трамвае еду на сиденье, и начинаю, допустим, все это сиденье, мы сейчас с ним будем жить в этом сиденье. Мы будем как бы постоянно друг с другом. Потом раз вышел из трамвая и думаешь, нет, я буду здесь всегда сидеть на этом сиденье. Но это временно. Ты посидел на этом сиденье, следующее будет уже сиденье. Понимаете, время, тело временное, мы в нем временно находимся в этом теле. Непостоянная вещь. Да, его надо поддерживать, нужна семья, нужна работа, все это нужно, это факт. Без этого жить невозможно. Но, если ты не молишься, отношения вечные, не устанавливаешь себя как вечное существо. Не хочешь понять, почему как вечное, сейчас объясню. Потому что с Богом вечное отношение, со святостью вечное отношение, с верой вечное отношение. Когда ты это не изучаешь, жизнь пустая. И поэтому большинство людей не удовлетворены, они вроде ко всему стремятся, что обычно, и что-то не хватает там. А что не хватает? А там ничего и не было, внутренней жизни-то нет. Вот когда человек начинает со святостью отношения строить, он обнаруживает интересный момент, что у него никогда любви к близким людям и не было. Он никогда их особенно и не любил. Потому что он всегда от них только чего-то хотел. Он никогда не желал им ничего на самом деле. Вот из глубины сердца как желать? Сесть и просто молиться о близких людях, чтобы они никогда об этом не узнали. Все. Настоящее отношение. Но это возможно, если ты этот вкус настоящего почувствовал от кого-то. Это невозможно самого себе возникнуть. У нас этого нет. Само по себе. Нужно принять от святости этот вкус. Понимаете? Итак, первое, что нужно сделать – поставить замок на телевизор. К чему человек привязан, оттуда он и живет. И подальше от бутылки. Подальше от бутылки.